Всех дорогие зрители у меня на канале, сегодня у нас последний день сезонов Clash Royale, а это значит, что сегодня будет самый непредсказуемый, самый насыщенный и долгий стрим по Clash Royale. Обязательно приходи, я не могу тебе сказать точное время во сколько будет, он будет сегодня вечером, ну где-то после 8 по МСК. Ну чтобы не пропустить, уж наверняка нажми на колокольчик, подпишись, ну и нажимай на лайки, я прям люблю ваши лайки, давайте лайкайте больше лайков, ребята, больше комментариев, подписывайтесь. Значит, смотрите, не знаю, не буду загадывать, цель моя это все так же остается 6100, пускай не в этом сезоне, вообще это цель моя взять 6100. Буду пытаться, сколько получится, сколько сделаю, надеюсь, не словлю череду поражений, как это сейчас принято называть, тильт. Надеюсь, что буду играть аккуратно, грамотно, приглашу в дискорд людей, чтобы было веселей, поэтому приходите, думаю, что на стриме будет сегодня весело. Сейчас мы тоже поиграем в глобали, но прежде чем перейдем к каточкам, ребятки, я просто, я... Ну на стриме люди уже знают этот спойлер, что сегодня будет видео про эти легендарочки. Вы представляете, что именно вот эти леги сейчас я хочу прокачать на пятый уровень, я даже рассчитывал задонатить 50 тысяч гемов, чтобы сделать открытие и конкретно эти леги добить. И тут такой вот подарок, сразу две леги, бандитка и шахтер, мне падают в магазине. Вы посмотрите, осталось 5 штук бандиток и 8 штук шахтеров. Для меня это очень важно, если вам покажется, ну и что, ну блин, ну и... Пятые леги, друзья, для меня пятые леги это что-то невероятное. Поэтому я сейчас приобрету их, 80 тысяч золота потрачу. Конечно, у меня сейчас фармится 5 лямов, но никак не нафармится. Я скоро времени еще буду донатить, приглашу людей, чтобы гранды катали. В общем, постараемся как можно быстрее нафармить 5 лямов. С вашего позволения потрачу 40 тысяч на бандитку и 40 тысяч на шахтера. А теперь давайте немножечко про легендарочки, совсем немножечко. Вот смотрите, у меня леги, вот такие вот. Много уже легендарок пятого уровня. И лава, и спарки уже прокачались неплохо так. Так, единственное, пламенный дракон, вот эти карты что-то вообще отстают очень жестко. Короче, сейчас на очереди бандитка и шахтер. Я вот топлю за них, надеюсь, в дра в сундуке, когда окончится сезон, тоже мне выпадет либо бандитка, либо шахтер. Но лава тоже пойдет, лава пятого уровня, я бы тоже покатал. Вот, ну в общем, подписывайтесь, ждите. Я скоро аккаунт превращу в фулл, это будет прям невероятно. А что будет потом, я не знаю, возможно, будет такое, что я уже реально устану от рояля и этот аккаунт разыграю. Не исключено, друзья, вполне возможно, этот аккаунт могу когда-нибудь разыграть. Конечно, не сейчас, не ближайшие полгода и даже, возможно, год я на нем еще буду катать и наслаждаться. А потом, возможно, даже кто-то из вас его получит бесплатно. Поэтому подписывайся, может быть, когда-нибудь ты его выиграешь. Итак, вот такую-то колоду для себя нашел. Голем с торнадо, без сборщика, вчера на стриме катал. Прикольно было, получалось играть, но еще не до конца я эту колоду чувствую, понимаю, поэтому надо практика. Поехали в бой, сейчас, надеюсь, пару каточек сыграем. Надеюсь, не сольюсь все три катки. Вот, уже определенно против некоторых колод я точно умею играть. Против лавы, это прям я лави-контр. Против хока некоторых карт тоже неплохо играю. Ну, не всегда, конечно. Вот, да и против лавы не всегда. Вот сейчас против меня три мушки тера, цикл неудачный, ракеты вначале не было. Поэтому не знаю, как закончится сейчас поединок. Сейчас будет таран, поэтому давайте здесь закинем мегамуху, приготовим зап на этих летучих мышей. Таран запать не будем, смысла в этом никакого нету. Ночную ведьму тоже не вижу смысла пока подкидывать, потому что если будет орда мух, она просто ее заберет. Так, здесь давайте торнадо. С помощью торнадо сейчас попробуем задефать всех трех мушкетов. Так, давай-давай-давай, добивай-добивай. Отлично, все, справились. Если бы еще дракончик сагрился на сборщик, цены бы ему не было. Все, цены тебе нет. Красавчик. Просто красавчик. Так, надеюсь, шахтера нет. А хотя, как раз-таки, наверное, у него шахтер и есть. Да, вот он шахтер. Так, здесь давайте используем разряд. И, в принципе, неплохой получился у нас размен. По эликсиру я надеюсь, что я в плюсе. Жду его сборщик эликсира. Я жду, я все еще жду сборщик эликсира. Мегамуху сливаем. И тратим сборщик эликсир на сборщик ракету, потому что, ну, больше ему сборщиков давать нельзя. Пока, вроде, все делаю неплохо, да? Но, вот, если бы он поставил сборщик чуть-чуть раньше, я бы не сливал мегаминьона. Вот как я слил мегаминьона, мне уже кажется, что идет все не по плану. Ладно. Давайте что? Я даже не знаю, что. Ставим голема. Забиваем, короче, на вышку. Вышку уже не спасти, друзья. Сейчас будем идти на три короны. Эта колода, в основном, может порвать на три короны. Он сейчас может тоже захотеть забрать с меня три короны, но я постараюсь не дать ему это сделать. Забираем, забираем все его. Так, добро. Так, здесь вот так вот. Здесь давайте разряд мы херанем. Отлично. Так, здесь мегамуха. Так, он сейчас может всех трех мушкетов просто на три короны выбросить. Нет. Нет, не рискнул, парниша, не рискнул. Блин, вот это я рана дракончика. Но я вышку в любом случае забираю его. И трех мушкетов еще разобрал. Шикарно, шикарно. Ой, сейчас будет сложно в том плане, что я не понимаю, насколько он корон пойдет. Ну да, я предполагал. Я, в принципе, это предполагал. Здесь давайте торнадо зап. Торнадо зап. Здесь мегаминьон. Нет, нет, братишка. Это ты, конечно, разошелся не на шутку. Я все понимаю, но три короны просто так не забрать. Вот сейчас самое сложное, понимаете, поставить голема и не словить трех мушкетеров. Отлично. Все, вот сейчас ставим голема вот так вот. Ну и, блин, ну все, короче, я, походу, поплыл. Или нет, не поплыл. Отлично, что таран позади идет. Мне просто нечего подкинуть голему сейчас. Все, подкидываю голему дракона. Уничтожаем его. Тут давайте разряд использовать. Ай-яй-яй. Сейчас шахтерчик должен пойти. Тихо, тихо, тихо. Не, я, походу, солью все-таки три короны. Пропускаю много слишком урона. Блин, ну уничтожьте этого мушкетера кто-нибудь, пожалуйста. Так. Багалем. Вчера вроде как-то против трех мушкетеров было мне попроще. Вот не знаю почему. Но было как-то проще. Так. Давайте разряд использовать. Разряд. Эй-ть, хорошо. Дефаем, дефаем. Дефаем что-то. Что-то делаем, что-то дефаем. Пока не понимаю, как оно тут все дефается. Как оно все тут происходит. Сложно. Тысячу хп осталось. Давайте как-нибудь соберемся, да? И затащим. Как-нибудь. Так. Все. Здесь достаточно будет ведьмы. Здесь дракон. Ну, таран сейчас, если я тарана пропускаю, то это джи-джи. Но я постараюсь его не пропустить. Разряд. Но я таранов все равно пропускаю. Ну, начало не задалось. Вот в начале было неудачно, во-первых, по циклу. Соперника был, сборщика у меня не было. И вот когда я выбросил мега-миньона и кинул на его... На его сборщик ракету. Вот в этот момент я ни хрена не был в плюсе по элику. То есть, вы понимаете, я потратил 9 эликсира, а он 6. И моя мегамуха в никуда улетела. Вот после этого оно все пошло немножечко наперекосяк. Потому что, если бы я выбросил... Наверное, надо было бы немножечко подождать до сборщика. И тогда бы я смог поставить голема. И мегамуха бы сыграла бы, ну, реально мне в профит. Потому что... Точнее, был бы профит от мегамухы, от мегаминьона. Так как бы она там за големом полетела бы. Ну, короче. Мне так кажется. Это была такая ошибка. Ну, плюс там, когда вот эта каша вся была, я там не мог сразу ориентироваться на местности. Поэтому там тоже мог тупить. Вот. Ну, вы мои ошибки разберите, пожалуйста, в комментариях. Проанализируйте. Так, здесь ночная ведьма. Много, конечно, сейчас урона пройдет. Но вышку мы не потеряем. Это я точно уверен. Ага. Так. Сейчас самое главное орду мух словить. Или если валькирия, то пипец просто. Да, скорее всего, валькирия. Что же там еще? Так, давайте. Забираем, забираем, забираем. Так. Много воздуха летит. Готовим разряд. Готовим разряд. Вот на орда миньонов. Давайте разряд. Хорошо. Так. Сколько там еще? Ого. Вау. Вот это красиво было. Вот это вообще прям шикарно. Угу. Прикольно. Хе-хе. Да. Весело, весело, друзья. Ну, эту вышку мы уже все отдаем ему. Что я хочу сказать? Плохо все. Ставим голема на правую сторону. Так. Разделяем гоблинов. Разделяем гоблинов, чтобы... Сразу бревно. Сразу это пресекается на корне. На корню. На корне. На корне. Так. Здесь у нас ночная ведьма пойдет. Много урона, в принципе, не пройдет. И мне кажется, что сейчас у меня получится сделать заход. Потому что он слил мортиру. Соответственно, сейчас... Ух ты, какой, блин. Игрок с торнадо опасный. Молодец. Молодец. Хорошо играешь. Так. Можно было бы, конечно, сейчас использовать торнадо. И, наверное, я так и сделаю. Использую торнадо. У меня же просто еще ракета. Не забываем, да? Здесь давайте ставим голема. Так. 649. А ракета наносит? Сколько, блядь, ракета наносит? Не могу зажать. Офигеть. Не хватает. Ладненько. Ладненько. Так. Блин. Я думал он на вышку... Так. Ну, там зап. Зап и ракета надобьет. Зап. Ракета добивает. Поэтому выбрасываем ракету. Так. Хорошо. Нормально так стелим. Противника бомбит. Потому что он слишком много всего так насливал. Здесь давайте ночную ведьму. Здесь у нас вот так вот пойдет. Разрядик здесь. Фиганем. Сейчас сложно будет пойти на вторую корону. Потому что он будет моим големом просто жонглировать. У него есть мортира. У него есть торнадо. У него есть все абсолютно для дефа. Но сейчас он, кстати, немножечко затупил. Но мне кажется, он сейчас вот здесь поставит мортиру. Да. Мы сейчас быстренько ее обезвредим. Здесь давайте выпустим ночную ведьму. Дабы. Потому что шахтер скоро прилетит. У него уже второе торнадо там должно быть. По идее, давайте мегамуху с краю карты. И снова сейчас будет вот это все некрасиво. Потому что... Опа, голема успел поставить. Я плохо пользуюсь торнадо, ребята. Я вот сейчас заметил, что я плохо им пользуюсь. Давайте-то быстрее сносите. Отлично. Вообще какая-то каша происходит. Опять-таки. И походу опять же я проигрываю. Я даже не знаю, как правильно сыграть. Вот честное слово. Не знаю. Так. Ладно. Давайте поставим голема сюда. Ставим голема сюда. Здесь. Так. Так. Разряд. Торнадо. Боже. Все. Проиграл. Ужас. Просто ужас. Я не понимаю, как мне выиграть, когда вот... На три короны надо было идти. Говорили мне они. Ну как так? Два поражения подряд. Плохо все. Ну, блин. Я не буду вырезать эти поединки. Я не буду их вырезать. Потому что... Ну, я играл достойно. Я старался. Я не позорно слился сразу, что вообще ничего сделать не смог. Я как-то еще сопротивлялся. Знаете, не давался. Такая недовалочка. Вот. Но ошибки свои... Точнее, поражения свои признаю. Как бы, ну... Наоборот, хочу понять, что там я сделал не так. И почему я не выиграл? Ну, мне кажется, что... Может быть, на три короны надо было идти. Я хз. Так. Это что-то, наверное... Наверное, наверное... Может, с трема мушкетами. Может быть. Либо я не знаю, что это варвары. Кургик, может быть. Он такой непонятный всегда. Мегамуха что пропускаешь? Пека, да? Окей. Значит, ставим голема. Пека, варвары. Не дохера ли тебе дефа? Все. Вот этого Бэтмена сейчас выигрываем, друзья. Блин, мне, конечно, обидно, что так две катки. Знаете, вот когда проигрываешь вот так вот на видос несколько раз подряд, вот как-то такое чувство... Убогое. Ну, я же говорил, что это три мушкета. Давайте сейчас с помощью торнадо. Чтобы еще взорвался голем. Отлично. Ну, все. Забрали мушкетов. Справились. Так, здесь еще гоблины. Это будет мега сложно. Так как у него палач, пека, варвары, три мушкета. Это лютый деф. Но будем рассчитывать на то, что как-то у меня получится, что я ракетой правильно воспользуюсь. Ну, как правильно пользоваться ракетой? Капец, ну, просто. Если три поражения подряд... Слушайте, ну, такого еще на канале у меня не было. Наверное, опубликую. Если будет три поражения подряд, то публикую. Ну, камон. Я ведь не просто так проигрываю в нулину, да? Я ведь что-то делаю. Я ведь стараюсь. Ну, то есть... Блин, ну, сейчас будет сложно. Двух варваров дефать мне смысла нету. Вот так вот. Поэтому вот такие пироги. Ну, сейчас как мне вот сейчас... Наверное, ракету надо срочно. Оп. Так. Ракета уже есть. Давай трех мушкетов. Трех мушкетов. Туда запускаем ракету. Пум. Хорошо. Ну, хотя что хорошее. Он сейчас сборщик поставит. Хотя ставить сборщик сейчас не самое для него... Правильное решение будет. Лол. Так. А, у него еще хилка. Но тут он немножечко поплыл. Надеюсь, что по элику я буду лидировать сейчас. Выкинем торнадо. Ой, ракету. По вышке как раз урон. Так. Отлично. 700 хп. Там по-любому я вышку, наверное, не добью. Сейчас трех мушкетов будут. А нет, варвары. 400 хп. Ну, мне надо прокрутиться до ракеты. Срочно. Срочно до ракеты. Не, ну этот соперник ни о чем вообще. Вообще ни о чем. У него, да, прикольный... Прикольная задумка деки. Но... Она не работает у него без сборщика. Вот. Я бы бомбил, конечно, если бы проиграл. Потому что... Орда миньонов. Варвары. Пека. Палач. В него просто все карты состоят из дефа. Ни одной атакующей карты. Ни тарана. Ни гиганта. Никого. Просто... 5,3. И две банки. Это хил и рейдж. Ну, такое. Такое. Хотя рекорд у него 5,900. В общем, друзья. Будет сложно. Но в то же время будет интересно. Поэтому приходите на стрим. Я буду стараться. Мне эта колода нравится. Я вдохновлен. Я настроен на победу. Поэтому приходите. Будем тащить. Спасибо за просмотр. Спасибо за лайки. За поддержку. Жду вас на стримах. Желаю вам удачи. Меньше поражений и тильтов. Тильтов. Короче, блин. Надоело мне это слово. Всего вам хорошего. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok